Наш эфир продолжается и вновь настает время общения. Теперь уже общение с гостями. И сегодня утром у нас в гостях главный внешнатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Крым Ирина Григорьевна Ульченко. Доброе утро. У нас есть определенная традиция. Всем нашим гостям, прежде всего, задаем вопрос, как начинаете утро, есть ли какие-то, может быть, рецепты, чтобы утро началось хорошо, позитивно и без всяких негативных тенденций. А тем более вы, как врач, должны знать. Может быть, что-то посоветуете. Вы сами все сказали, потому что действительно думать о том, что утро действительно позитивное настроение, хорошее, светлое, солнечное, свежее утро. С такими помыслами. Пытаться убедить себя в том, что все хорошо. Конечно, конечно. Вернее, не пытаться, а убеждать. Да. Тема сегодняшнего нашего разговора, тема серьезная, касаемся здоровья, говорим об астме. Сезонная это проблема, наследственная это... Что вообще она из себя представляет? Ну, если уж так вот, как вы задаете вопрос, что она из себя представляет, можно говорить долго и упорно. Хорошо, симптомы. В эти дни, да, в эти дни отмечается Всемирная организация здравоохранения, действительно день борьбы с астмой, день борьбы с аллергией. И не даром эта тема действительно звучит, потому что таким образом стараются привлечь внимание и самих людей, пациентов, и окружающих их людей, их семьи, врачи действительно обратить внимание на актуальность этой проблемы. Она существует... Секундочку, вот чтобы просто уяснить, то есть астма имеет характер аллергии? То есть аллергия как-то она связана. Конечно, конечно, да. И вы тоже правильно сказали, наследственность играет огромнейшую роль. Наследственность, пребывание в какой определенной среде человека, где он работает, какие промышленные вредности существует, образ жизни. Ну и, естественно, надо знать симптомы бронхиальной астмы. Ну, сейчас, по-моему, даже если это не наследственно, или ещё как-то тополиный пух, который летает уже, как говорится, с начала мая, по-моему, очень сильно вызывает у многих аллергии и, соответственно, параллельно как-то тянет за собой астму. Тополиный пух – это означает, что идёт цветение. Нисколько сам пух является аллергеном для людей. В этот момент, конечно, происходит цветение многих растений. Там амброзия скоро тоже, видимо, даст о себе знать. Ну, скоро, да. А что именно тогда? А тополиный пух, он действительно ещё больше вот своей частичками, когда он касается тела, да, попадает, вдыхается. Вот это раздражение, механическое раздражение, вызывает те же самые неприятные ощущения и чихание. И в связи с тем, что есть ещё пыльца, всё это вот так вот усиливается. Как себя можно, если, к примеру, у меня никогда не было никакой аллергии, не астмы, но с возрастом, со временем, не знаю, что какие-то раздражения. Как себя уберечь от этого? Ну, существует, да, три, так сказать, этапа профилактики. Первичная профилактика, астмы вторичная и третичная. Но первичная – это как раз то, о чём вы говорите. Конечно, для нас это окружающая среда. Это использование в работе, мы все используем, да, бытовую химию. Ну, вот как раз надо обращать на это внимание, да, здоровый образ жизни. Всё это является как бы первичной профилактикой. Вторичная профилактика, когда уже есть какие-то проблемы, уже существует, ну, как мы называем, сенсибилизация, то есть уже знакомство с аллергенами. Здесь тоже надо исключать возможные контакты с аллергеном, знать, когда человек плохо себя чувствует, в какой ситуации. Сырое помещение, холод, там, животные. Ну, и третичная профилактика – это уже лечить сами заболевания и способствовать тому, чтобы не было обострения этих заболеваний. Это очень сложная вещь. И, конечно, мы стараемся и нашим пациентам рассказывать о том, что именно бронхиальная астма – это то заболевание, где пациент наравне с врачом борется с заболеванием. То есть не каждое заболевание вот так вот можно. А как можно предостеречь? Вот сейчас, может быть, период обострения? Ну, цирши, наверное. Не заняты вопросами медицины, а так всё правильно рассуждаете. Мы часто с врачами общаемся. Да, ещё бы наши пациенты так действительно бы анализировали и так же поступали. Правильно проводить то лечение, которое им назначено. Не просто сказать, что да, у меня есть этот лекарственный препарат, а принимать его именно так, как врач говорит, именно в таких дозировках, именно в таком количестве, с такой регулярностью. В системе. Системное применение и правильно соблюдать. У нас же все лекарственные препараты при астме, большинство – это ингаляционные. То есть есть специальные такие приборчики, мы называем доставочное устройство. Вот так вот им действительно надо правильно использовать, а не если что-то, какие-то погрешности выбросил, другой назначите, не подходит. Не помогает, дайте, что не помогает. Достаточно правильно исполнять технику ингаляции вовремя и в нужном количестве, и тогда будет проводиться хорошая базисная терапия, и не нужно будет каких-то моментов потом исправлять, когда возникает там цветение, вот в каких-то провоцирующих факторах. Так же, лечение не моментальное, для этого нужно время, опять же… Как мне приятно с вами разговаривать. Кстати, подышать крымским воздухом хорошим. Да, если там ещё бы не было пыльцы растений, было бы вообще замечательно. Особенно в последнее время очень часто в исследованиях многие врачи относят сейчас аллергии к психосоматическим заболеваниям. Ваше личное отношение, то есть действительно ли это так? Нет, основой лежит однозначно вся в иммунологическом статусе человека. Да, есть предрасположенные к аллергическим заболеваниям, да, это наследственность присутствует, тем более, вернее, не вот ближайшие родственники, а в каком-то колене там, да. Но это один из самых главных таких моментов, пусковых моментов для развития заболевания. Но если в то же время, да, вот в семье рождается ребёночек, если этого ребёнка оградить от всех воздействий каких-то вредных... В стерильную среду поместить. Ну да, рафинированный ребёнок, у него иммунитет слабостно. Да, и физическое, и грудное вскармливание, и своевременное прикормы вводить, правильные прикормы, и физическое воспитание, и отсутствие раздражающих каких-то веществ вокруг, это отсутствие курящих родителей рядышком, да, и там какие-то проживания в какой-то местности. Ведь в Крыму почему много, по большому счёту, было осматиков? Потому что в своё время сюда выезжали на постоянное место жительства, если в семье болел ребёнок, и достаточно успешно проводилось таким образом климатное лечение. Здорово. Я думаю, что, конечно, отправляясь, вот летом стоит, наверное, уже позаботиться, и, возможно, в какой-то санатории, или же просто, конечно, у нас в Крыму можно найти уголок, где бы восстановить дыхание, дышать свежим, чистым морским воздухом. Это как в качестве профилактики, но, как я понимаю, каждый день всё в наших руках. Только сами о себе должны заботиться. Конечно, конечно. Все успехи в лечении, да, и в самочувствии, всё в наших руках. Чего и пожелаем, наверное, всем зрителям. Время наше, к сожалению, уже практически исчерпено, время диалога. Огромное вам спасибо за то, что нашли время и поделились им с нами. Спасибо за беседу и за разъяснение вопросов. Вам хорошего дня, хорошего настроения, а вы оставайтесь с нами.